Всем доброго времени, с вами профессор и я продолжаю свой комплекс любительских обзоров по Касперской интернет-секьюрити линейке 2013 года. Вторая часть комплекса обзоров будет посвящена интерфейсу антивируса, но перед этим я бы хотел напомнить, что данные обзоры являются любительскими, потому что я специализируюсь на 1С предприятия, поэтому это как бы я делаю чисто из-за любопытства, просто интересно посмотреть как пользователю, как человеку, который интересуется данным вопросом, вот поэтому я рассматриваю данный тип обзоров. И прежде всего я бы хотел напомнить о том, что предыдущий обзор по лечению активного заражения антивирус не прошел, потому что, ну, на то были свои причины. Может быть, сам антивирус потреблял много ресурсов, может быть, вирусы, которые я использовал, были слишком сильны в своем комплексе, потому что там было использовано не один тип вирусов. Поэтому на то было много причин, но я думаю, что вендор усовершенствует свой продукт, все-таки это бета-версия, она находится в процессе тестирования. Я думаю, эти все поправки будут внесены в процессе дальнейшей разработки. Ну, и я хотел бы прежде всего напомнить пользователям и слушателям данных обзоров, что не забывайте посещать наш сайт professor.narod.ru, где вы найдете программы различного рода, комплекс софта. Также можете обращаться к нашим разработчикам, к нашим специалистам, которые будут оказывать всяческую помощь. Данный сайт также занимается разработкой и распространением специализированных видеоуроков. По разным программам, например, по 1С предприятии, по работе с операционной системой. Также работа с отдельными программами, такими как Camtasia Studio, AWS Video Editor и другие популярные программы для работы с определенными файлами, то ли с аудио, то ли с видео. То есть, любые видеоуроки, видеоматериалы можно заказать. То есть, данные материалы будут подготовлены абсолютно бесплатно. Вы можете обратиться по данным вопросам вот по этой почте, которую вы видите на экране, или же зайти на сайт, там тоже будет указан этот электронный адрес, на который вы сможете написать все ваши просьбы, комментарии. Также, если вам нужны какие-нибудь специализированные программы, то опять же, пишите на электронную почту, мы будем обязательно высылать вам, или же опубликовывать на нашем сайте. И самое главное, все материалы будут бесплатны. Также мы даем консультации по определенным вопросам, связанным с работой с ПК. То есть, можно задавать любые вопросы, мы дадим консультацию, посоветуем, как лучше выйти с того или иного положения. Ну а пока на этом все о сайте, приступим к нашему обзору. Итак, вот наш ярдычок в трене. Здесь мы видим функции менеджер задач. Ну, про менеджеры задач я расскажу позже, в процессе обзора самого функционала, самого интерфейса. Следующая вкладка это поиск руткетов. То есть, идет автоматическое сканирование на наличие руткетов в системе. Обновление. Можно автоматически провести обновление, или же вот через эту менюшку можно запустить вручную. В инструментах у нас находится контроль программ, мониторинг сети, виртуальная клавиатура. То есть, это уже как дополнительные инструменты к работе антивируса. Следующий это сам запуск Касперского, то есть, можно открыть графический интерфейс. Следующий идет у нас приостановить защиту, то есть, можно остановить активность антивируса. Это очень эффективная функция. Я расскажу об этом чуть позже. Включить родительский контроль. Ну, я думаю, все с этим знакомы, что такое родительский контроль. Очень полезная функция, особенно для тех людей, которые не хотят, чтобы их дети посещали некоторые сайты, не было доступа к определенным сайтам. Ну, также эта функция достаточно эффективно исправляет от рекламы и прочего. Процесс настройки. Вот мы видим настройки о программе и выход. Если нажать на эту функцию, то антивирусное решение просто выключится. Посмотрим о программе. Вот мы видим версия антивируса 2012 года, то есть, разработан уже был в 2012 году. Сама версия программы 13.00.30.11. Сайт разработки, где можно посмотреть более детальную информацию. Ну, и приступим конкретно к обзору интерфейса. Открываем антивирус. И вот мы видим, такой интерфейс имеет Касперский 2013 года. Он радикально не поменялся, если сравнивать с версией 2012 года. И я думаю, мы начнем с настроек, постепенно перейдем к визуальным инструментам. В настройках тоже интерфейс сильно не изменился, сравнивая с 2012 версией. Здесь мы видим все те же самые функции. Включить или выключить защиту. Установка паролем, то есть, можно защитить антивирус паролем. Также вторая функция, это файловый антивирус, который обеспечивает защиту файлов. Как мы видим, данная функция сильно не изменилась. Эти все функции так и остались. В графическом интерфейсе поменялась. Вот только полоса прокрутки, изменение режима сканирования. Так все осталось на прежнем уровне. Следующая, почтовый антивирус. Здесь все тоже так же само. Изменилась вот только регулятор. Настройки все те же самые стоят по умолчанию. Следующая функция, веб-антивирус. Защита от интернету группы. То же самое. Ем-антивирус. Все то же самое. Уровень эвристики можно выставить. То есть, все идентично с 2012 годом. Контроль активности программ. Тоже все то же самое. Можно добавить программы, которые будут контролироваться. Следующая функция, мониторинг активности. Все то же самое. Вот только можно еще теперь выставить защиту от эксплойтов. То есть, можно запрашивать действие или же выполнять действие по умолчанию. Защита от сетевых атак. Все то же самое. Антиспам. Все то же самое. Можно выбирать уровень эвристики. Все функции остались те же. Антибаннер. Антибаннер, как и в предыдущих версиях, по умолчанию отключен. То есть, мы можем включить. Также здесь мы видим стандартно черный и белый список веб-адресов, которые мы можем внести. То есть, или запрещенные веб-адреса, или разрешенные. Следующий параметр. Безопасный банкинг. Данная функция доступна только в новой версии 2013 года. Здесь мы можем добавить веб-адрес, по которому идет расчет по электронному банкингу. И данная функция обеспечивает полноценную защиту всей информации, которая передается по данному веб-сайту. Виртуальная клавиатура. И я бы еще хотел показать. Вот параметр. Виртуальная клавиатура и защита ввода из клавиатуры. В данной бета-версии почему-то не работает. Антивирус просто-напросто графический интерфейс выгружается. Например. Как вы видите, он полностью выгружен. Даже ярлычок в трее, и тот пропадает. Крупная недоработка. Как видите, мне приходится перезапускать антивирус. Следующий параметр это проверка компьютера. Основные параметры те же самые. Ничего не изменилось. Полная проверка. Так же самое изменилось только. Регулятор уровня оптимизации защиты. Настройки. Те же самые. Все по умолчанию. Уровень эвристики. Проверка важных областей. То же самое. Выборочная проверка. Сканирование отдельных файлов. То же самое. Поиск уязвимостей. Можно провести вручную или объекты для проверки. По умолчанию выбираются. Следующий параметр обновления. Здесь мы видим, уже нет функции резервного копирования базы данных. То есть есть только режим запуска и источник обновления. А дополнительной графы для резервного копирования баз уже здесь нет. В дополнительных параметрах мы видим угрозы, исключения, самозащита, энергосберегающий режим, совместимость, сеть, уведомления, то есть контроль алертов, отчеты, календарь, обратная связь. Ну это, как я уже говорил в предыдущем обзоре, Касперский Security Networks, облачная защита, профиль игровой, вид антивируса, родительский контроль и управление параметрами. Вернемся к интерфейсу. Здесь мы видим уровень защиты, параметры защиты, базы и лицензии. 91 день, потому что, напомню, бета-версия. Горизонтальная полоса прокрутки с быстрым доступом к инструментам. И можно вот так вот разворачивать все сразу. Также присутствует такая защита, как защита из облака. Вот КСН-защита. Очень эффективный параметр, как я уже говорил в предыдущем обзоре. Здесь мы видим, можно просмотреть справку, поддержка с лаборатории, личный кабинет и лицензирование. Здесь мы можем установить лицензию или же купить новую лицензию. Ну у меня находится, действует пробная версия. Следующий параметр это отчеты. Здесь, конечно, изменения очень сильны. Видим, можем просмотреть за разный период. Подробный отчет. То есть в журнал нас отправляют. И видим, что нам показывают, сколько было обнаружено вирусов, троинских программ, других вредоносов и так далее. Очень удобно. Но я бы хотел добавить еще, что в данной версии нет уже такого параметра, как папка безопасной среды. То есть данная функция, как вы видите, отсутствует. То есть отсутствие данной папки говорит нам о том, что в данной версии нет функции безопасной среды. Она просто исключена с данного дистрибутива. Ну зато я повторюсь, добавлена такая функция, как безопасный банкинг, виртуальная клавиатура и прочее. Вот мы видим еще. Есть у нас такой гаджет. Здесь мы видим обновление. Менеджер задач. Что такое менеджер задач? Это вот такое окошечко, где мы можем просмотреть все функции, которые происходили. То есть сканирование системы, проверка системы или же обновление. Следующий параметр у нас на гаджете есть такой, как отчеты. Ну про это я уже говорил ранее. Также есть настройки, где мы можем выбрать любые вот здесь, любые параметры для вот этих вот кнопочек. То есть если мы не хотим, чтобы здесь был менеджер задач, мы можем его заменить на процесс сканирования. Нажатием на экранчик открывается графический интерфейс антивируса. Также такое нововведение в данной версии я бы хотел подчеркнуть, как проверка репутации у КСН. То есть мы можем исполняемые файлы или делки помещать на, отправлять, точнее на проверку репутации в Касперский Security Network. То есть проверять данные файлы с помощью облачной защиты. Ну например, вот. Вот мы видим, я отправил на проверку репутации. Мы видим доверенное Касперский Security Network с менее 1000 пользователей. КСН использует эту программу. Производитель Комодо. Я отправлял на сканирование Kill Switch от Комодо. Ну и на этом я обзор интерфейса заканчиваю. Встретимся в третьей части, когда будем проводить динамические тесты на реальных угрозах.